Приветствую уважаемые! Акустические системы бывают совершенно разные. 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, 12.1, чтобы полностью погрузиться в звук. Бывают специализированные мониторные для работы, Hi-Fi, Hi-End. А бывает просто. Поставил на стол, выглядит прикольно и звук из себя излучает чисто для фона. Об одной из таких систем от Sony SRS-BTV25 мы сегодня и поговорим. Поехали! В комплекте с устройством идет довольно-таки большой блок питания и кабель с вилкой. Все! Давайте посмотрим на устройство поподробнее. Естественно, основой данной акустической системы является именно дизайнерское решение, а потому качественная сборка, необычный внешний вид и интересный материал здесь в наличии. Пластик жесткий, матовый, на нем почти не остается отпечатков пальцев, даже если вы его очень сильно залапаете. А если уж залапали совсем сильно, то можете стереть какой-то тряпочкой. Все просто. Микроцарапины также не появляются. Особенности конструкции. Внизу установлен направление вверх, динамик 56 мм низкочастотный. Сверху установлен 20 мм высокочастотник. Посередине такая синяя тарелочка. Она распространяет звук вокруг и вы можете, в принципе, установив данную систему где-то посередине комнаты, ходить вокруг и слушать с одинаковым качеством везде и все. По органам управления. Кнопки физические, включение-выключение, громкость. Кнопка Boost, это усиление низких частот. Кнопка работы с Bluetooth и переключение на этот вход. И кнопка Audio In. Да, здесь есть линейный вход. Вот он располагается на задней стороне. Нужен 3,5 джек. Далее рядом разъем под питание и дырка фазоинвертора. Все просто. Сбоку неожиданно обнаружился USB разъем полноценный, однако использовать данную акустику как USB невозможно. Он служит только для подзарядки и ничего более. Даже обычный плеер туда воткнутый, к сожалению, не будет работать как плеер. Увы и ах. NFC здесь тоже почему-то еще нет. Индикаторы располагаются вот по данной кромке и мигают, когда включено, соответственно, питание. Включен режим Boost, то есть низкие частоты усилены. И выбран или Bluetooth, или аудиовход. Все, больше здесь ничего нет. Давайте попробуем сделать выводы. 13 реальных ватт на выходе это довольно хорошо и позволяет озвучить почти любую комнату. Вопрос в том, что у вас не будет стереопанорамы и вопрос в том, что у вас не будет хорошего звука. Если вы любитель тяжелого рока, то просто не запускайте эту систему, потому что вы будете очень сильно разочарованы. Пластиковые плоские зажатые верхи, какой-то невнятный бубнящий бас, в середину почти выпавшие, вот то, что вы получаете. Если вы любите слушать какие-то композиции инструментальные, акустика какая-то, кто-то поет под гитару, это здесь все хорошо. Она справляется довольно пристойно. Если вы любите слушать более жесткое что-то электронное, то смотрите по ситуации. Бывает справиться, бывает совсем жутко. Единственный сценарий, который я вижу для него, это оно стоит рядом с вами, вы занимаетесь чем-то по дому и что-то на фоне слышите. Что-то узнаваемое, легкое, может быть, из попсятинки. Не более того. Использовать, естественно, для нормального прослушивания музыки ее просто бессмысленно. Не для этого она создана. Конечно, решать вам, нужно ли оно или нет. А я с вами прощаюсь, но недолго. Скоро будут новые обзоры. Пока-пока.